Приветствую вас, дорогие друзья! Новый месяц, новый обзор, который я обещал, который вы ждали. Сегодня темой для данного видео является Nintendo GameCube. Как вы любите, подробнейший обзор со всеми нюансами, плюсами, минусами, с подсъемами, со всякими историями, с игрулями, с опытом эксплуатации. В общем, все как вы любите. Так что присаживайтесь поудобнее, заваривайте чай с пельмешками. На связи, как обычно, Ляхен. И это ламповый обзор Nintendo GameCube. Погнали! В истории Nintendo GameCube не было каких-то особенных откровений и приключений. После выхода N64 в Nintendo взялись за новую консоль, а после анонса и выхода PlayStation 2 ускорили процесс. И уже в 2001 году, 14 сентября, миру представили новое поколение консолей от Nintendo. Помимо броского внешнего вида, который многим не понравился и казался игрушечным, консоль удивляла своими техническими характеристиками. Главный процессор IBM Gecko на частоте 485 МГц. Графический процессор от ATI под названием Flitter, названного в честь дельфина, что является отсылкой к рабочему названию консоли Dolphin. Графический чип работает на частоте 162 МГц. Оперативной памяти всего 43 МБ, но она поделена между системой, графическим чипом и DVD-приводом вкупе со звуком. DVD-привод, к слову, не такой, как у всех консолей в то время. Потому что Nintendo снова наступили на грабли N64 и сделали нестандартный для своего времени носитель, а именно мини-DVD. Привод мог читать обычный полноразмерный DVD, но корпус куба был слишком маленьким для них, и это решение по большому счету и является основным минусом Nintendo GameCube. Но тем не менее, у Nintendo получилась очень красивая и самобытная консоль. В плане дизайна, про Nintendo GameCube говорить на самом деле даже интереснее, чем про все консоли, которые я обозревал до этого, в силу того, что это чертовски нетривиальная консоль в плане дизайна, потому что это игровой куб. Ну, конечно, в геометрическом смысле это больше параллелепипед, но имеется в виду форма квадратная, вот эта вот кубическая, да, она есть. И это прикольно, черт возьми, Nintendo GameCube выглядит очень хорошо и прям выбивается из всех консолей, которые стоят на полке. Тем более, у Nintendo были в те времена очень яркие цветовые вариации корпусов. В общем, дизайн у Nintendo GameCube прям хорош. На лицевой панели находятся 4 разъема для подключения геймпадов, что круто. Опять же, хорошо, когда есть много возможностей для подключения геймпадов, потому что компанией, как правило, это 3-4 человека минимум, и играть с двумя геймпадами, как это подразумевало PlayStation 1 и PlayStation 2, не всегда хорошо, приходилось покупать мультитап адаптеры, а в N64 и в кубе сразу подключать 4 геймпада и играй. Это хорошо, это прям плюсик в карму Nintendo GameCube с самого начала. Ниже разъемы для подключения карт памяти. Тут же находится наклеечка Graphics by ATI, что как бы намекает, что железо в этой консоли стоит мощное. Им гордятся, его вынесли на лицевую панель. Ниже находятся резиночки для того, чтобы консоль не скользила, но вот здесь уже, знаете, минуточка придирки такая, почему резинки спереди есть, а сзади их нет, сзади просто пластиковые ножки, и давайте уж тогда быть до конца откровенными. Если ставить резинки, пускай они стоят по периметру, чтобы консоль не скользила, а то получается, что резинки есть только спереди, чтобы вы, как бы придерживая консоль, втыкали-вытыкали карты памяти, геймпады, и она у вас не скользила, что как бы внимание к деталям, но можно было сделать резиновые ножки и сзади, но недостаток не критичный, я бы даже не назвал это недостатком, скорее маленькая-маленькая придирочка. Справа у нас находится сетка для вдува воздуха. Здесь нет вентилятора, это именно отверстие для того, чтобы воздух заходил. Больше на этой стороне нет ничего, а вот на противоположной, на левой стороне, у нас находится вентилятор для выдува горячего воздуха из системы охлаждения. Система охлаждения сделана просто и гениально на самом деле, потому что есть с одной стороны отверстие, чтобы воздух заходил, и с противоположной, чтобы воздух выходил, А во всю длину консоли между этими отверстиями стоит радиатор, который отводит тепло от процессора и графического чипа, поэтому система охлаждения гениальна, но здесь присущ недостаток у этой системы охлаждения, как и у первых левизий PlayStation 2 и в принципе у первых консолей, которые были с активным охлаждением. Обороты не регулируются, вентилятор всегда молотит на максимальных оборотах, даже если это консоли не нужно, вы ее включаете и он по умолчанию уже молотит максимальные обороты, что как бы не круто, но окей, это тогда было у всех, поэтому опять же не недостаток, а скорее маленькая придирочка. Сзади уже все немного поинтереснее, первое что бросается в глаза это ручка, ручка для того, чтобы вы могли свою консоль носить, да, это вот так это выглядит, взяли и я не знаю куда, ну к друзьям например пошли и вот взяли с собой Nintendo GameCube и понесли его к друзьям, я не знаю на самом деле кто этим пользовался, но выглядит это мило и прикольно на самом деле. Если когда-то куда-то кто-то нес Nintendo GameCube, я более чем уверен, что его несли именно за ручку, ну и опять же это скорее немножко больше в силу маркетинга сделано, потому что вы несете такой вот кубик и на нем прям написано Nintendo GameCube и люди видят то, что вы несете Nintendo GameCube, то же самое, что я вот сейчас стою в футболке, на ней написано Levi's, а кепка у меня с Гервом Хайрула, как бы это пассивная реклама бренда, за которую вы не платите по сути говоря, вот так же и Nintendo. Да, ручка прикольная, но мне кажется это сделано больше не для удобства, для того, чтобы когда люди носили эти консоли, люди вокруг видели, что эй чувак, смотри какая у меня прикольная вещь, я Nintendo GameCube несу между прочим и ты бы мог тоже себе такой заиметь. Мне кажется логика была такая, но скажу так, ручка не мешает, она сзади, поэтому просто как прикольный атрибут уникальной консоли выглядит прикольно, но практического смысла в себе, к сожалению, никакого не несет. Ниже находится разъем для подключения питания, стандартный, нинтендовский, аналоговый AV-OUT, мульти-OUT, через который в моей конкретно японской версии выводится композит ES-видео, а в европейской можно вывести еще и с карты RGB. А далее самое интересное, то что доступно только с номером модели DOL-001, это цифровой видеовыход. Внимание, дамы и господа, если вы себе собираетесь купить Nintendo GameCube и скажем так, раскрыть его потенциал на максимум, то ищите японки, именно DOL-001, в которых есть вот эта вот замечательная вещь, которая позволяет подключить с переходником, вообще переходник на самом деле дорогой, мне он нифига не понравился по своей цене, такая вот коробочка стоит 4,5 кесла на Алиэкспрессе, но, но, если ее воткнуть сюда, можно подключить HDMI к современному телевизору и все это заработает без костылей, без всяких переходников каких-то там динамических, просто вставляете и у вас цифровой видеовыход, это круто. И на самом деле игры, которые работают и на кубе, и на Wii, допустим, та же Twilight Princess, она на кубе выглядит лучше в силу того, что Nintendo Wii не поддерживает цифровой видеовыход, а вот кубы первые поддерживали. На самом деле, очень странная логика у Nintendo, типа, в начале 2000-х у нас был цифровой видеовыход, а когда цифровые телевизоры пришли, мы решили его выпилить из Nintendo Wii, потому что, ну, нафиг он нужен, цифровые телевизоры же пришли, поэтому мы оставим там аналоговый только видеовыход. Странное, странное решение, но на кубе он есть, а с Nintendo Wii разберемся потом с ее странными видеовыходами. Ну и также здесь под разъемами еще одна решетка для забора воздуха. Сверху нас встречает надпись Nintendo, надпись Nintendo Gamecube, кнопка Power, кнопка Reset и кнопка Open. Вы только посмотрите, как красиво крышка открывается у этой консоли. Да, она очень сильно похожа на то, что было в PlayStation 1, но здесь она сделана гораздо поплавнее, механизм прям доведен до идеала, я бы сказал. Ниже находится индикатор питания, который, опять же, с небольшой придиркой, потому что он никак не экранирован. Он просто идет вместе с оранжевым пластиком, и получается, когда вы ночью включаете Nintendo Gamecube, светится индикатор и половина вашей консоли, что немножко не круто. Можно было поработать над этим моментом. Не знаю, в синий, фиолетовый так или не так, но вот конкретно в моей, в оранжевый, корпус светится. И теперь у нас осталась единственная часть консоли, и это ее дно. И на этом дне, на нижней части консоли, разъемов больше, чем на некоторых консолях сегодня. Потому что у вас есть разъем под Game Boy Player, подключается такая здоровая махина вниз консоли, ну, точнее, консоль Nintendo Gamecube ставится на Game Boy Player. И можно играть в игры с Game Boy, что на самом деле странно, потому что, как бы, игры с Game Boy на большом экране играть, это сомнительное, конечно, удовольствие, но, как бы, возможность есть. Фанаты Game Boy Advance, я более чем уверен, существуют, которые готовы играть в это на большом экране, и вот для них такая возможность есть. Потом идет Serial Port 1, в который можно подключить модем, можно было подключить модем в то время, сейчас нафиг это не надо абсолютно. И Serial Port 2, в который ничего нельзя было подключить, пока не пришли хакеры со своими вот этими вот штуками SP2 to SD, называется Serial Port 2 to SD. В общем, SD-карточка вставляется, внутрь запихивается дисочек, на котором записано программное обеспечение, именуемое SWIS. И можно запускать игры не из дисков, а с картой памяти. Я это сделал по нескольким причинам. Во-первых, я хочу сохранить жизнь приводу, потому что, если есть возможность на старой консоли играть с флешки, с харда, это, во-первых, удобнее, во-вторых, это сохраняет жизнь приводу. Лицензионных игр нету, лицензионные игры есть на Авито, но, опять же, они стоят как крылья от самолетов, а барыг я поощрять не люблю. В силу своей тонкости в Nintendo GameCube не влез блок питания, и блок питания здесь выносной. Вот такой вот блочок, он не особо тяжелый, он выносной, и, опять же, это не беда. Мы привыкли, что есть выносные блоки питания, это не является каким-то недостатком, проблемой поломалось, выкинул, нафиг поставил новый. Это гораздо практичнее, чем, например, поставить его внутрь, и он будет греться, как, допустим, блок питания у PS3 FAT. Когда ты открываешь эту консоль, вот я ее когда ковырял, свой PS3 FAT, там с приводом возился, радиаторы системы охлаждения не так сильно нагревались через 5 минут работы, как блок питания. И я бы не был против, будь он выносной, и главное, чтобы консоль не грелась. Если консоль из-за этого проживет дольше, из-за того, что у нее блок питания выносной, пусть он будет выносной, я не против этого. Геймпад у Nintendo GameCube просто мое почтение. И мое почтение с недавнего времени, потому что у меня не было геймпада на Nintendo GameCube оригинального. Я играл на китайском геймпаде, у которого даже стики были не прорезинены. Потом я заказал вот такой вот беспроводной аналог с Китая, который был скопирован с Nintendo WaveBird, который тоже был, между прочим, беспроводным уже в то время для Nintendo GameCube. Но, опять как и любит Nintendo, выпускать что-то очень короткими маленькими партиями, которые в итоге нигде не продаются. И это все угодно лишь коллекционеров за большие бабки. Вот эта штука у меня вызвала пару вопросов во время игры в The Legend of Zelda Wind Waker. Когда нужно было прицеливаться, как-то все вот не точно. То вообще прицел не двигается, то скачет сразу либо вверх, либо вниз. Поэтому я посчитал, что для полноценного обзора, чтобы по максимуму передать эмоции от этой консоли, нужно купить оригинальный геймпад. И вы знаете, что Nintendo учудили? Nintendo выпускали геймпады. Да, это было выпущено для Nintendo Switch, по большому счету, что там можно было играть в Super Smash Bros. с геймпадом, который был в то время. Но, черт побери, вы только вдумайтесь. 2021 год. Я смог купить оригинальный геймпад на Nintendo GameCube. Вау. Вау. Это круто. И геймпад этот, между прочим, тоже очень крутой. И крут он по нескольким причинам. И первая из них это курки. Курки здесь просто божественные. Мое почтение. Какие обалденные аналоговые курки. Они понимают силу нажатия. И я вам скажу больше. После того, как вы продавливаете их до конца, это еще не все. Там за ними дальше еще спрятаны кнопки, которые в некоторых играх используются. По типу, если ты нажимаешь ускорение в Звездных Войнах, Rogue Squadron 3. То, чтобы максимально ускориться, нужно эту кнопку еще и до конца нажать. То есть, так ты регулируешь ускорение, а так ты максимально ускоряешься. В общем, прикольно. Это прикольно. Также кнопочка Z. И вот какая она убогая на всех китайских геймпадах. И какая классная здесь. Она очень мягкая. Посмотрите. Даже не слышно, как я на нее нажимаю. Ее почти не слышно, но это не мешает комфортному использованию. Потому что, ну, ни разу такого не было. В том же Windwaker у меня на нее парус, допустим, забинден. И когда сидишь, играешь, такой бам, нажал. Она очень мягкая, это чувствуется. Ну, я скажу так. Конечно, по тактильной отдаче китайские геймпады были получше. Где она просто щелкивает и такой бдзинк. Все понял, кнопка нажата. Но здесь, после некоторого привыкания, понимаешь, что лучше, пускай она будет бесшумная и не дзинкает. Это гораздо, гораздо, гораздо приятнее, чем дзинкающие китайские кнопки. Первый может смутить вот этот вот горб выступающий. И это не абы что, это, это Рамбл, это Рамбл, это моторчик, который Нинтендо наконец-то встроили. Напомню, что в N64 его нужно было докупать отдельно. А здесь вот этот вот горбик, это тот самый вибромотор, который здесь установлен уже с завода. Да, он один, но он очень мощный и очень хорошо передает вибрацию. Нинтендо заморочились с вибромотором здесь. И хороший отклик, хорошая тактильная отдача. В общем, вибромотором я остался доволен. Хорошо передает то, что он должен передавать. Стоукновение, столкновение, занос, занос. Допустим, в условных NFS-ках он передает немного хуже, чем DualShock 2. Но все равно на очень достойном уровне, тем более для одного вибромоторчика. И вот теперь поговорим уже о лицевой панели. Лицевая панель у нас очень замысловатая на самом деле. У нас здесь есть стандартный стик, который с Нинтендо 64 наконец-то стал нормальным. Без вот этого вот, вот такого размера корпуса. Обычный аналоговый стик, который был еще в Dual Аналогах, был в DualShock, в DualShock 2. Здесь он точно такой же. Но остались углубления для того, чтобы проще выставлять направление. Я особо не пользовался этими угловатостями. Но, я так понимаю, есть некоторые игры, в которых это будет решать. И вот те игры, которые требуют прям четкого направления, вот для них есть такая возможность. Крестовина. Крестовина то, за что многие ругают этот геймпад, потому что она очень маленькая. В силу симметричности ее сделали очень миниатюрной. Но, я вам скажу так, меня она не смущает. Она меня смущала на вот этом геймпаде. Потому что здесь были мисклики, то, за что ругают. Про контроллер сейчас нинтендовский. Вот у меня было вот здесь. Здесь такого нету. Можете как-то нажимать по-особенному, как-то правильно. Но здесь мискликов не наблюдается. Очень хорошая, тактильно приятная крестовина. Опять же, это геймпад новый, перевыпущенный. Возможно, с оригинальными геймпадами будет как-то иначе. Но, если вы все же решите упороться по нинтендо геймкюбу, то этот геймпад продается сейчас новый. Стоит 2490, по крайней мере, я его за такую цену взял. И он хороший во всех аспектах. Крестовина без мискликов. Приятные стики с хорошим откликом, без мертвых зон. В общем, всем доволен, все хорошо. И если вы все-таки надумаете брать нинтендо геймкюб, то возьмите себе вот такой вот геймпадик. Далее у нас идет си-стик. И вот си-стик это вот ну то, что я вообще не понимаю в нинтендо. Камон! Такое ощущение, как будто ни нинтендо, ни разработчики игр нинтендо, они вообще нафиг не понимали, зачем им этот второй стик нужен. На нинтендо 64 были эти непонятные четыре кнопки, которые, ну, не использовались они так, как они должны были использоваться. Или люди, которые их придумывали в геймпаде, они не понимали, зачем эти кнопки нужны. Ну вот, ну не используется оно так, как оно должно использоваться. Во-первых, что первых бросается в глаза? Ну здесь нет шляпки. Это не полноценный стик, как вот, допустим, этот. Здесь нет шляпки. И да, опять же, к нему можно привыкнуть. И когда, допустим, ты уже понимаешь, что это нинтендо геймкьюб, и вот у него такая особенность. Да, окей, хорошо, фикс не с этой шляпкой. Можно играть и так, потому что эта часть тоже прорезиненная. В принципе, под палец ложится нормально. Но камон! The Legend of Zelda Wind Waker. Игра от внутренней студии нинтендо. В нинтендо геймкьюб появился второй аналоговый стик, что как бы подразумевает собой камеру, свободную камеру для управления персонажем. Но нет. Нет. В нинтендо решили то, что мы не знаем, зачем это нужно. Оно просто будет, потому что оно как бы там вот... А, ну там вот у кого-то у нас, у конкурентов есть, поэтому у нас пускай тоже будет. Я не знаю, зачем это надо. Разработчики такие, Wind Waker. А мы что должны с этим делать? Мы тоже нахрен не знаем, что это такое. Что вообще с этой фигней надо делать? В итоге ничего не придумали. В Wind Waker как бы можно управлять камерой, но камера как здесь работает? Во-первых, она инвертирована. По идее, вы отклоняете влево. Куда камера должна пойти? Влево. Куда камера идет? Вправо. Зачем? Зачем? Почему? Я буду критиковать игры в отдельном подразделе, как в обзорах, как обычно. Но тот факт, то, что разработчики и создатели этой консоли, разработчики игр, не до конца понимали вообще, что к чему они делают и зачем это будет нужно, это факт. И вот C-Stick, это опять недоразумение, которое было еще в Nintendo 64. Но там, ладно, как бы первопроходцы, да, тогда еще не было аналоговых стиков, но к моменту выхода GameCube уже был Dual Analog, уже был DualShock, уже PlayStation 2 вышло. Не понимаю я, почему Nintendo не обратили на это внимания, разработчики игр не обратили на это внимания. Но, опять же, берем PlayStation 2, там в GTA 3 и в GTA Vice City тоже нельзя было нормально управлять камерой, вторым стиком, можно было только в GTA San Andreas, поэтому, ладно, опять я прям не буду сильно критиковать за это разработчиков, но вот опять нюанс, который, ну вот, ну можно же было сделать лучше, ну ладно, не сделали. Далее у нас идет основной блок кнопок, A, B, X, Y. Вот здесь все сделано правильно, замечательный блок кнопок. Основные A, B и вспомогательные X, Y. Все как и должно быть. Да, в файтингах это, конечно, полный трындец, я не знаю, как люди играют в файтинге на этой консоли. Да, я понимаю то, что привыкнуть можно ко всему, но в большинстве игр это замечательно, потому что у вас стик под большим пальцем кнопка A и больше, по большому счету, ничего и не надо. Вспомогательные кнопки, а не на той вспомогательные. В общем, блоком кнопок на Nintendo GameCube Controller я доволен полностью. И никаких вопросов к этому геймпаду. У меня нет геймпад. Замечательный, со своими нюансами, к которому нужно будет привыкать. Вы имеете в виду то, что этот геймпад, он выглядит, ощущается вообще не как. Те геймпады, которые вы, скорее всего, видели, те же геймпады от Sony, от Microsoft, они диаметрально другие, они очень сильно отличаются от того, что я сейчас держу в руках. Если вы планируете брать GameCube, то готовьтесь к тому, что к геймпаду придется привыкать уменьшенная крестовина, непонятный C-стик, блок кнопок с очень-очень сильно разбитыми кнопками, которая, между прочим, одна из которых еще и вынесена вообще вот сюда, вместо бампера. Но по хвату, по удобству, по кнопкам, этот геймпад просто замечательный. Кнопки нажимаются просто великолепно, практически бесшумно, но при этом у них очень приятный и хороший тактильный ход. Ну и также не оставим, так сказать, без внимания кнопку старт, пауза, которая осталась по центру, потому что, ну, эта кнопка, она есть, но при этом она ничем не примечательная. В принципе, до нее можно легко дотянуться абсолютно любым большим пальцем, либо слева, либо справа, что, опять же, хорошо. И геймпад в Nintendo GameCube просто замечательный. Я остался им полностью удоволен. Да, нужно немножко привыкнуть к нему сначала, но когда привыкнете, начнете получать дикое удовольствие от игры. Игры. И вот игры — это самая неоднозначная часть обзора Nintendo GameCube. Опять же, начнем с маленького нюанса. Позаботьтесь о том, чтобы к вам ехала вот такая вот карточка памяти с Китая, потому что Nintendo GameCube не хочет запускать игры без карты памяти. Вставляешь диск, включаешь игру, а GameCube такой... А карточка памяти где? Так ты такой... Нет у меня карточки памяти, GameCube... Ну нет карточки памяти, значит, нет и игры, играть не будешь. Ты такой... Ну может хоть аркадный режим? Нет. GameCube такой... Неа. Без карточки памяти даже в аркадный режим не пущу. Опять-таки, блин, я не понимаю, почему, но ладно, хорошо, этот нюанс. Он решается. Покупка карточки памяти, она стоит копейки, и озаботьтесь о том, чтобы она у вас была. Теперь переходим к самим играм. И вот... С играми все на самом деле на Nintendo GameCube плохо, потому что это из всех Nintendo, это чуть ли не самая неинтересная консоль для покупки, в силу того, что... Ну абсолютно все игры, все эксклюзивы с Nintendo GameCube уже вышли на других консолях Nintendo. А за время, которое прошло с выхода Nintendo GameCube, это были Nintendo Wii, Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Switch, которая сейчас вышла, и вот все вообще абсолютно с этой консоли, то, что было эксклюзивное, выпустили на эти консоли тот же The Legend of Zelda Wind Waker, который был эксклюзивом. Да, он был эксклюзивом. Его сделали Wind Waker MHD на Wii U. Twilight Princess выходила сразу на Nintendo GameCube, на Nintendo Wii. Luigi's Mansion перевыпустили на Nintendo 3DS. Что еще осталось? О, Super Mario Sunshine остался. А вот и нет. Недавно Nintendo выпустила сборник Super Mario на Nintendo Switch. И Super Mario Sunshine там тоже присутствует. Mario Kart Double Dash. Ну это Mario Kart, который... Ну абсолютно на любой консоли Nintendo абсолютно тот же самый Mario Kart. Там по большому счету незамысловатый геймплей, который... Я бы не сказал то, что сильно отличается, но... Да, как бы остался по большому счету один Mario Kart Double Dash, потому что даже тот же Luigi's Mansion его перевыпустили на Nintendo 3DS. Но, если вы такой же любитель, как и я, играть на оригинальном железе, то Nintendo GameCube есть чем вас удивить. Ну и начнем мы, конечно же, с эксклюзивов. The Legend of Zelda Wind Waker здесь работает замечательно. Это хорошая игра, я прошел ее полностью. И это вторая зельда, которую я прошел полностью. Потому что Ocarina of Time мне чуть-чуть не хватило, Majora's Mask мне чуть-чуть не хватило. А вот Link's Awakening и Wind Waker я прошел полностью. Сейчас вот прям гадаю, что проходить. Twilight Princess или все-таки в Breath of the Wild упороться. Прям сложный выбор. Потому что в следующем месяце будет обзор Nintendo DS. И у меня как бы есть время поиграть для себя в какую-то игру, а не проходить эту игру для того, чтобы потом о ней рассказывать в обзоре. Но, ладно, это уже... Это уже офф-топ. Это уже лирика. The Legend of Zelda Wind Waker на кубике играется замечательно. Я бы не сказал, что там есть какие-то просадки FPS. Хорошее разрешение. Европейская версия даже на японской работает в прогрессивном режиме. Это, кстати, особенность вообще Nintendo GameCube. То, что много игр есть с поддержкой прогрессивной развертки. И это хорошо, когда у вас есть телевизор, который все это дело поддерживает. Есть кабель, который все это дело позволяет организовать. Это хорошо. Это выглядит хорошо. Да, появляется очень много лесенок, но при этом появляется высокая четкость. И это, опять же, это хорошо. Я не тестировал с переходником на HDMI. Там еще лучше, там еще больше лесенок. Но переходник на HDMI стоит 4350 рублей на Алиэкспрессе. И, честно говоря, я считаю, что это слишком дорого для этой консоли. Потому что через тот же S-Video выводится замечательная картинка на старый телевизор. И вполне себе, если взять какой-нибудь динамический переходник с S-Video на HDMI, будет не хуже. S-Video достаточно хорошую картинку дает. И вот в Wind Waker в прогрессиве. Хороший FPS. Все всегда нормально. Хорошая графика. Кстати, вот что касается такой мультяшной графики у Nintendo, которую все ругают. Это хорошо. Потому что возьмите тот же Фаренгейт на PlayStation 2. Он пытался тогда в реализм. И я не представляю, как сейчас можно играть в Фаренгейт. Да, я понимаю то, что есть люди, которые знают, допустим, я в том числе, что такое творчество Дэвида Кейджа. Что это хорошие игры. Но возьмем, допустим, игрока рядового, который не в курсе, что это такое. В Wind Waker порог входа ниже. В том плане, что игра мультяшная, и она из-за этого лучше сохраняется, чем реалистичные игры на PlayStation 2, например. Это хорошо. И вот с Twilight Princess ситуация диаметрально противоположная. Потому что Twilight Princess здесь тоже хорошо работает. Но вот она уже пыталась в реализм. И, к сожалению, вот этот вот желтый фильтр, как в GTA San Andreas. Вот эти вот текстуры, деревья, вот прям каким-то моровиндом попахивает. Или обливианом. И вот проверка времени Twilight Princess не особо проходит. А Wind Waker вполне себе в него классно играть. Но лучше играть и на оригинальном контроллере. Потому что прицеливание. Вот у нас на китайских геймпадах прицеливание, оно просто невозможное. Мне кажется, это особенность самой игры. Со стиком, работать со стиком. Но вот с китайскими геймпадами практически невозможно. Это просто какой-то ужас. Отклоняешь стик, еле-еле прицел не двигается. Еще чуть-чуть сильнее прицел начинает очень медленно двигаться. Отклоняешь стик чуть больше и все, прицел уезжает наверх. В общем, не круто. Wind Waker играется хорошо. Он замечательный на этой консоли. Но с оригинальным геймпадом. Mario Kart Double Dash. Что мне сказать про Mario Kart Double Dash? Это Mario Kart. Это Mario Kart, который просто называется Double Dash. Это тот же самый фановый, веселый Mario Kart. В который весело играть. И который, вот все, что я говорил в обзоре Nintendo 64 про Mario Kart. Оно все применимо и к Mario Kart Double Dash. Далее у нас идет Luigi's Mansion. И вот Luigi's Mansion это крайне-крайне прикольная игруха. Которая прям мне запала в душу. Потому что Luigi, ну просто я не знаю. Как можно не поржать с этого персонажа? Вот такой-такой дурачок вообще, блин. Пошел себе, купил дом. Купил себе дом где? В каком-то лесу вообще, похожем на кладбище. У него там в этом доме призраки. Он бегает, охотится на них. Решает головоломки. Это знаете, это уж очень похоже на какой-то Resident Evil только от Nintendo. И Luigi's Mansion это вот прям игра, которую я вот рекомендую. Вот Wind Waker и Luigi's Mansion я прям рекомендую к прохождению на Nintendo GameCube. Прям ради этих игр его стоит взять. При условии, что у вас, конечно, нет 3DS или Wii U. Потому что эти игры там есть. И в принципе тоже хорошо там играют и замечательно выглядят. Но вот я поиграл в него на Nintendo GameCube. Это замечательная игра, которая тоже очень сильно завлекает своим геймплеем. Я прям хочу взять 3DS-ку себе. Я обязательно себе когда-нибудь куплю для того, чтобы поиграть во вторую часть. Ну и надо, соответственно, Luigi's Mansion 3 заиметь себе на Nintendo Switch. Я не стал его сейчас брать для того, чтобы пройти до конца все-таки Luigi's Mansion на GameCube. Потом на 3DS-ке вторую часть. И уже потом заимею себе третью на Nintendo Switch. Также на Nintendo GameCube имеются Zelda, Ocarina of Time и Majora's Mask. Которые, вот в чем плюс этих версий, они практически никак не изменены относительно Nintendo 64. Это те же самые игры с тем же самым графоном, с тем же самым геймплеем, но на новой консоли. Там даже разрешение, если подключить Expansion Pack на 64 и включить ее на GameCube, прям отличие минимальное. Чуть-чуть выше четкости, чуть-чуть ровнее фреймрейт на GameCube. А так, если вы хотите насладиться Ocarina of Time или Majora's Mask, грубо говоря, на оригинальном железе, но при этом не хотите, допустим, переплачивать за Nintendo 64 с Expansion Pack, вот с этим вот совсем возиться, то GameCube, это хороший способ поиграть в Ocarina of Time и в Majora's Mask. Они здесь выглядят просто замечательно. Я побегал в Ocarina of Time здесь и очень похоже, прям очень похоже на то, что на Nintendo 64. Теперь поговорим немножко про мультиплатформу. Мультиплатформа на GameCube зачастую в силу мощности GameCube лучше, чем на PlayStation 2. Здесь есть первые части Call of Duty, здесь есть несколько NFS-ок, Hot Pursuit 2, Underground, Underground 2, Most Wanted, Carbon и, между прочим, Need for Speed Hot Pursuit здесь. Да, не от Black Box, но вот эта версия, она прям вот из всех версий, которые выходили, за исключением PlayStation 2, это самая лучшая версия Hot Pursuit, которая только может существовать, потому что по графону она здесь даже лучше, чем на персональном компьютере. Вы только вдумайтесь, Nintendo GameCube по графону в Hot Pursuit 2 даже лучше, чем персональный компьютер. Это круто! Здесь есть Плохие Парни 2, здесь есть Rainbow Six Lockdown, здесь есть Serial Sam, здесь есть много игр с мультиплатформы, в которые действительно стоит поиграть. Целый список, конечно, я озвучивать не буду, вы можете его посмотреть в интернете. Здесь нет GTA, от слова совсем, вообще, здесь на Nintendo GameCube нет ни одной GTA. Это, это грустно, на самом деле, но уж лучше так, чем GTA Trilogy, которая сейчас вышла. Бррр, прям, прям, фу, 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 ужас. Также еще от себя отмечу замечательный Rogue Squadron 2 и Rogue Squadron 3, которые, ну, просто великолепны на Nintendo GameCube. Если вы не играли, это лучшие авиасимы на этой консоли, я вам гарантирую. Поэтому, поиграйте в них, если вы фанат ЗВ, если вы не фанат ЗВ, просто попробуйте эти игры, они замечательные. Теперь поговорим про недостатки Nintendo GameCube. И вот с недостатками у этой консоли, на самом деле, не все так просто. Потому что недостаток, по большому счету, в этой консоли заключается вот в этом диске. Если бы он был большего размера, полагаю, продажи у Nintendo GameCube были бы лучше. Но, в силу того, что здесь опять Nintendo накосячили с носителем информации, не все разработчики могли умещать свои проекты на такой диск. В силу этого, как раз-таки, нет здесь GTA, потому что они банально не влазили со своим открытым миром на такой маленький носитель. В силу того, что здесь маленький носитель информации, не все разработчики делали игры на эту консоль. Из-за того, что на этой консоли не выходили игры, ее не покупали. А из-за того, что ее не покупали, разработчики не делали на нее игры. Этот замкнутый круг, к сожалению, привел к краху Nintendo GameCube. И консоль продалась очень слабо. И игр, в силу этого, на нее вышло очень мало. И это грустно, на самом деле, потому что консоль хорошая. Вот опять же, дайте сюда хороший DVD-диск. Большой DVD-диск. Эта консоль мощнее PlayStation 2. У нее хороший геймпад. У нее нет каких-то фундаментальных проблем. Вот дайте сюда нормальный носитель информации, и получилась бы флагманская замечательная консоль шестого поколения. Но, увы и ах. Мини-DVD со всеми отсюда вытекающими последствиями. Один, единственный недостаток у этой консоли. И в силу этого недостатка у этой консоли пошло все остальное. Скудная библиотека игр, отсутствие долгой поддержки, и выход уже в 2006 году Nintendo Wii, которая пришла на смену Nintendo GameCube. Мне тяжело подводить итог обзора Nintendo GameCube, потому что мне очень понравилась эта консоль. Кубик. Я люблю всей душой и сердцем. Мне очень нравится эта консоль. Я играю на этой консоли. Я люблю играть на этой консоли. Но, к сожалению, нельзя закрывать глаза на фундаментальные ошибки, которые допустили Nintendo при выпуске этой консоли, которые привели к удручающим показателям в плане продаж и, как следствие, выпуску игр. Не то, что от сторонних, да и от самой компании Nintendo, потому что Nintendo GameCube просуществовал очень мало. Nintendo неправильно встроилась в гонку поколений. Выпустила 64-ю, когда уже вовсю продавались PlayStation 1 и практически перед выпуском PlayStation 2. Выпустили GameCube тогда, когда уже PlayStation 2 набирал обороты, и при этом набирал обороты по понятным причинам. Из-за DVD-привода это был дешевый DVD-плеер, на котором еще и можно было поиграть во флагманские игры с крутым графоном. И вот опять не учитывался конкурент. Лучше бы, конечно, я понимаю, что Nintendo это гордые японцы, но можно было подсмотреть секрет успеха у конкурентов. Благо, время у них на это было, но они им не воспользовались. Поэтому, по итогу, эта консоль хорошая. Это замечательная консоль, к которой у меня нет ни единой претензии. Она замечательная во всех смыслах. У нее есть хорошие игры. Если вы ценитель оригинального железа, эта консоль найдет, чем вас удивить. Но если вы хардкорный геймер, то лучше для вас будет выбор в пользу PlayStation 2, потому что, да, на PlayStation 2 нету Зельды, нету Марио, но зато на PlayStation 2 есть куча своих эксклюзивов, есть куча мультиплатформы, там есть GTA, God of War, Grand Tourism, все Need for Speed. И да, я понимаю, что здесь тоже есть Need for Speed, но здесь нет GTA, например. На одной Зельде, к сожалению, далеко не уедешь. И вот Nintendo GameCube, он далеко и не уехал. Но если вы хотите купить себе эту консоль, то я говорю вам, берите, она вас не разочарует, потому что Nintendo GameCube это замечательная консоль, у нее есть хорошие игры, и есть чем вас впечатлить, и поверьте, она вас не разочарует. Такой получился обзор Nintendo GameCube. Пишите в комментариях, как вам консоль, понравилась, не понравилась. Также не забывайте поддерживать видео лайком, подписочкой и абсолютно любым комментарием, потому что это алгоритмы Ютуба, это ваша лучшая благодарность, это ваша поддержка, за что вам большое спасибо. Ну и я на сегодня с вами прощаюсь, скоро увидимся уже в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok